С наступлением отопительного периода хозяева частных и многоэтажных жилых домов пользуются различными отопительными приборами. И в связи с этим, случаев отравления угарным газом среди жителей по причине несоблюдения правил безопасности по эксплуатации и установке газового оборудования становится больше. Сотрудники телеканала «Гелиус» провели опрос среди жителей города с целью выявления знаний по инструкции применения и работы с газовым оборудованием. Как я думаю, чтобы такого не было, надо все время контролировать свое газовое оборудование. Это самое опасное, что газ не видно, у него нет запаха. И поэтому человек его не определяет, как, что, к чему. И я считаю, что каждый человек обязан присмотреть свой газ в печке, чтобы для благополучия дома. Угарный газ, газ, который выходит вследствие различных горений обычно. Почему так проходит? Наверное, люди, жители города, не следят за оборудованием, за котлами своими, которые установлены в домах. Вследствие этого, возможно, не покупают новые, которые нужны, например, обновить оборудование, например. Вот, используют старое, а вот еще прослужат некоторое время. Ведущий специалист по связям со СМИ Асия Трабаданова рассказала о том, как должна проводиться установка и эксплуатация газового оборудования во избежание несчастных случаев отравления угарным газом. С начала отопительного сезона на территории города Хасаур зарегистрировано 11 случаев отравления угарным газом, в которых пострадал 21 человек. Пока на данный момент нет ни одного отравления с летальным исходом. Но если такими темпами будет продолжаться, этот случай будет не за горами. Тотальное пренебрежение нормами установки газового отопительного и водонагревательного оборудования приводит к таким случаям. Это несоответствие вытяжной трубы, это газификация того или иного газового оборудования при помощи использования водяных шлангов, не предназначенных для газификации. Также устанавливаются котлы водонагревательной колонки кустарного производства. Устанавливаются они не специалистами. Во избежание дальнейших несчастных случаев работниками МЧС проводятся рейдовые мероприятия, где проводят профилактические беседы с горожанами с разъяснением и осмотром соблюдений правил эксплуатации и установки газовых оборудований. Курбан Герейханов, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».